привет ребят привет вами солнечной молдавии у нас 30 декабря мы еще на стройке через два дня у нас новый год и хотели снять большой полноценный видос про этот объект про этот дом но мы снимем пару коротких которые для вас будут весьма информативными я думаю будут весьма полезными так что поехали смотрите ребят в этом видосе мы поговорим о консолях вот таких штуках это не мы придумали это придумали наши коллеги с украины не могу сказать кто из них первый потому что я видел это давно и у алексея деркача и у романа евгелевского эти штуки эти ребята их придумали мы тут их внедрили объясню как мы внедрили и почему мы внедрили ввиду того что тут строится энергоэффективный дом и увидел какой большой тут куча витражей и плюс к этом этот дом будет отапливаться геотермальной помпой и рекуператором все выступы бетона очень сильно изолируется да все конструкции мы должны поднять на высокую высоту вот как в данном случае тут у нас сантиметров если не ошибаюсь 23 либо 25 до подъемно-раздвижной двери можно было бы поднять конечно доборными элементами либо там залитку кусочек бетона либо использовать тот же трио терм но шире посчитав математику получается что дешевле сделать вот такие консоли хочу сказать и они тоже не сильно дешевые получились но дешевле сделал такие консоли и проще с ними конечно работать чтобы поднять вот на такую высоту чтобы изготовить такой материал ну тут не высшая математика тут нужно вот самое трудное чтобы мог было найти у нас молдове вот сам этот квадрат если честно мы даже его не тут нашли нам роман дал координаты александра вот не вспомнил его фамилию он находится в городе харьков у них производства этой полутрузии по большому счету это какой-то стеклотекстолит какой-то стекловолокном если честно мы мы их набрали они благодаря новой почте отправили в одессу и уже с одессы мы его привезли стоимость материала не такая уж и дешевая там порядка десяти долларов погоны метр но если нарезать на кусочки зато благодаря ему очень легко работать используется пол квадрат из полутрузии 2 2 шпильки они у нас разного диаметра потому что внизу мы использовали одну шпильку по бокам у нас газобетон мы использовали другой толщины шпильку гайки и шайбы к ней вот эта дырка который тут внизу она не останется мы еще вот эту дырку заделаем пенопластом как бы и ребята со стяжкой при придут в сам пенопласт получается что вот сам контуры монтажа он будет находиться в тепле там не будет никакой никакого мостика холода не будет все эти мости холода исключается смотрите ту же полутрузию мы используем не только внизу но мы использовали ее и по бокам и наверху объясню почему в некоторых местах у нас есть газобетон и чтобы зафиксироваться прямым креплением газобетон невозможно и поэтому мы сначала поставили полутрузию химическим анкером мы ее закрепили и уже сюда в шурупывается саморез через раму в данном случае у нас тут ригель бетонный этот ригель бетон он должен должен быть утеплен видите как тут мы сначала его утепили утеплили 5 сантиметровым пеноплексом сделали фрезером отверстия для полутрузии всунули и туда тоже химическим анкером и и зафиксировали заполнение заполнили пена это все и уже в эту полутрузию зафиксировались саморезом у нас утеплен утеплен этот угол утеплится этот угол и получается что бетонный ригель он будет в тепле в некоторых случаях напомню где у нас был газобетон мы использовали не 5 сантиметровый пеноплекс мы используем 2 сантиметровый пеноплекс чтобы утеплить и во вторых чтобы смогли вот наружную и внутреннюю пленку заклеить нормально сделать хороший монтажный шов смотрите в нижней части рамы что у дверей что у окон мы не могли ее поставить на саму полутрузии объясню почему потому что с наружной части 20 раз сюда должна подходить террасная доска с внутренней части подрам должен подходить паркет потому что паркет он не должен примыкать крайне должен быть снизу это плавающий пол с и фасада ребята фасадчики должны сделать красивый такой отливы из камня и поэтому снизу раму мы использовали было угел этот теплый подставочный профиль не нужно объяснять ребята которые в теме уже знают что такое с помощью бутила приклеили к раме и и естественно механическим креплением и ее тоже прикрепили и уже получается что этот блогел передает нагрузку самой рамы самого стекла на полутрузе который будет внизу плюс к этому благодаря блогел подставочному этому профилю который внизу мы сможем сделать хорошую гидроизоляцию у оконных рам и дверных рам к самой гидроизоляция которая есть по всему периметру как вы заметили у нас стык между конструкциям будет сделан стекло в стекло но об этом мы поговорим в следующем видосе и то же самое поговорим почему мы использовали а лупров на данном объекте так что пока пока